Все лето они готовились к новому сезону, нарабатывали технику и посещали мастер-класса от именитых японских спортсменов. Показать, чему они научились за это время кудоистам Владивостока, пришлось на чемпионате и первенстве города. На ковре более сотни бойцов со всех именитых клубов Приморской столицы. Предугадать победителей здесь не получится. Звезды местного кудо не в заявке, а значит силы у всех практически равны. Те, кто заняли ребята первое, второе и третье место на чемпионате России или на Кубке России, то есть мы сюда их не допускали, чтобы дать возможность ребятам выступить и получить необходимый опыт новичкам. А в первенстве здесь присутствуют и призеры, и победители в российских соревнованиях. Бои идут только в личном зачете. Здесь ребята хоть и представляют целые клубы вроде «Бастиона» или «Восхода», однако каждый борется в первую очередь сам за себя. Среди кудоистов помладше немало новых лиц. Именно с ними, оказывается, бороться сложнее всего. Это очень сложно, я ничего не скажу, потому что на тебя человек бежит, ты не знаешь, что он будет дальше делать. Борстаться в ноги, бить ногами, заходить за спину. Ну, нужно просто действовать по ситуации. Для тех же, кто постарше, открытие нового сезона – это попытка в очередной раз пройти весь путь от начала до конца. Город, край, округ. Впереди серия соревнований, на которых придется показать свой максимум, если ты, конечно, хочешь в итоге попасть в сборную России и защищать честь страны на международных турнирах. Этот год очень важен для меня, это отбор на чемпионат мира, поэтому я выступаю и на этом турнире местного уровня, потому что мне нужно набираться опыта. Также здесь будут соперницы, которые тоже выступали на российском уровне, поэтому здесь достаточно высокий уровень для местного турнира. Но далеко заглядывать пока не приходится. Совсем скоро очередной вызов. По итогам чемпионата и первенства Владивостока спортсмены, попавшие в первую четверку, примут участие в краевых состязаниях, которые станут отбором на дальневосточный турнир. Встречи кудоистов со всего Приморья пройдут уже 11 ноября в кампусе ДВФУ. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Продолжение следует...